На заседании правительства Тверской области утвержден ряд порядков для создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. Документ направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона, социально-экономическое развитие территории, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в областной бюджет. В ближайшей перспективе в Тверской области планируется создание четырех инновационно-промышленных парков – Боровлева-3, Лазурный в Твери, Нелидовский в Нелидовском городском округе, Электромеханика в Оржеве. Реализация в регионе инвестиционных проектов и государственные меры поддержки инвесторов стали главной темой заседания правительства Тверской области. Для Тверской области в инвестиционной политике стоит задача, которую мы сами себе и сформулировали, за период реализации инвестиционных проектов обойти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Для решения этой задачи формируются инвестиционно-промышленные парки, система поддержки инвестиционных проектов, которые мы с вами все совместно начали реализовать. В том числе обозначены меры государственной поддержки резидентов парков в числе ключевых – освобождение от уплаты налога на имущество организаций, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов. Также планируемые к реализации на территории парка инвестпроекты будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. За год сформирована такая система мер поддержки. Это инвестиционно-налоговый вычет, который позволяет не 50% средств, которые направлены на инвестирование, за честь по налогу на прибыль. Это и ставка 0% по налогу на имущество для резидентов наших промышленных парков, субсидирование расходов по уплате налога на имущество и части налога на прибыль по тем проектам, которые войдут в состав приоритетных инвестиционных проектов. Это тоже было поручение губернатора Тверской области. Данные меры, по мнению экспертов, позволят не только увеличить инвестиционные вложения в региональную экономику, но и показать преимущества Тверской области во всероссийском масштабе. Те меры, которые предлагаются сегодня, они, безусловно, комплексные. И при принятии тех или иных решений на правительстве, и уже когда мы сможем их реально внедрить, конечно, это позволит увеличить инвестиции в основные капиталы. Вот о тех 100 миллиардных рублей инвестиций, о которых говорил сегодня Игорь Михайлович, Иван Игоревич, я думаю, что достижим. Безусловно, привлекательность Тверской области будет продолжать расти, она очень недооценена, и, собственно говоря, бизнес-сообщество смотрит на реализацию проектов Тверской области, в частности нашего, с целью открытия дополнительных каких-то логистических направлений и реализации Тверской области. По данным Министерства экономического развития Тверской области, на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная и пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм. В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проекта входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 миллиардов рублей.